Всем привет! Сегодня я расскажу вам небольшой лайфхак, так сказать. Как с помощью паракорда можно сделать вот такие вот лямочки или хлястики на змеечке. Идея родилась по банальной причине, потому что вот один из хлястиков оторвался от моей косметички. Вот здесь он был, вот его уже нет. Но дабы не склеивать и не мудрствовать лукаво, я решила, что почему бы не заменить эти хлястики на паракордовые подвесики маленькие. Вот такие у меня есть разноцветные остатки паракорда. Здесь где-то сантиметров по 30, я думаю, нам хватит. Что мы делаем для начала? Для начала мы убираем хлястики, которые остались. Вот так вот. Можно это сделать, конечно, ножом или лезвием, но у меня под рукой вот маникюрные ножницы. И мы так вот аккуратненько это все отсоединяем. Для того, чтобы сделать везде паракордовые. Ну вот как-то так, легким движением руки отсоединили, освободили наши змеечки. Что мы делаем дальше? Ну вот здесь, как видно, у нас змейка двойная слева, справа одинарная. Справа берем розовый шнурочек. Почему розовый? Потому что внутренность моей косметички, сейчас покажу, как видите, четко розового цвета, как и паракорд. Поэтому будет один розовый. Здесь можно использовать различные узлы. Ну, возьмем, например, здесь сделаем узел в виде креста. Я показывала, как его делать, вот можно посмотреть на этом видео. Ну, а сейчас просто плетем правой сверху, вдруг кто забыл, снизу делаем петельку. Вот она петелька. И левый шнур в петлю раз снизу и в петлю два сверху. Я уже показывала, не буду акцентировать на этом особого внимания. Вот, сейчас просто сделаю хлястик. Подтягиваем наш узел поближе к змеечке. Косметичка, в принципе, небольшая, да, ну, если, например, сравнивать с каким-то большим рюкзаком. Поэтому, я думаю, двух узелков нам будет вполне достаточно. Подтягиваем. Можно, наверное, еще даже немножко. Ну, вот так, пожалуй, будет, я думаю, достаточно. И затягиваем наш крестик. Можно воспользоваться инструментом. Мне жалко ногти, поэтому я пользуюсь такими вот утконосами. Вот, получили один крестик, готов. И делаем второй. Петельку через низ и сверху. Вытянули, вот, получили второй наш крестик. Опять же, подтягиваем все наверх. Я люблю, когда узлы сидят плотненько. Тогда лучше видно рисунок нашего плетения. Подтягиваем до упора. Еще можно чуточку затянуть. Ну, конечно же, можно с этим так особо не заморачиваться. Ну, хочется сделать красиво все-таки. Итак, вот он, наш второй крестик. Подтянули. Ну, я думаю, вот двух будет достаточно. Здесь, как обычно, обрезаем и заплавляем. Вот, с 30 сантиметров остались два маленьких хвостика. И заплавляем. Вплавляем в наше плетение. В общем, все делаем, как всегда. И вот, вместо порванного хлястика мы получили вот такой вот чудный замочек. И с этой стороны делаем то же самое. Здесь, как видите, змейка у меня двойная. Решила я сделать вот такие разноцветные штуки. Ну, возьмем, например, давайте начнем с нижнего. Давайте начнем с нижнего. Можно это делать вообще любым плетением. Я хочу сделать, например, змейки. Мне очень нравятся змейные узлы. Вот, и хочу я сейчас сделать здесь две петельки разных цветов, но одним змейным узлом. Сейчас посмотрим, что получится. Как вязать змейные узлы я уже тоже показывала. Поэтому сейчас просто быстренько делаю эти самые узелки. Опять же, несколько штучек мы делаем. Ну, наверное, не слишком много. Ну, наверное, два. Два или три узла сделаем. Все то же самое. Вяжем узелок. Подтягиваем поближе к змейке. Ну, вот, наверное, вот так. Вот, получили мы первый узел. Вот он так выглядит. И сейчас делаем второй. Делаем второй узелок змеиный. Можно делать кобру, можно делать тут вообще все, что хотите. Вот, получили второй узелок, да? Ну, в принципе, двух достаточно, но давайте сделаем еще один. Вот, мы делаем третий узелок наш. На этом точно я остановлюсь. Потому что больше будет просто уже перебор. Хорошенечко здесь затягиваем. Как всегда, обрезаем, заплавляем. Вот, получили три змейных узла здесь. Все расстегивается, все достаточно удобненько. Ну, и сделаем сейчас еще один. Еще один подвесик такой маленький. Вот здесь, да? Продеваем. Серединку. Ну, можно было бы для разнообразия сделать другую, но мне хочется здесь тоже сделать такой же узел, как и был. Узел номер раз. Подтягиваем, подтягиваем все. Ну, вот так, наверное, достаточно. Затянули узелок. Узел номер два. Не знаю, хватит ли на третий. Вот он, наш узел номер два. Затягиваем. Ну, попробуем сейчас сделать третий. Не факт, что у нас это получится, потому что может просто не хватить паракорда, банально. Но мы попробуем. Попробуем сделать узел номер три. Я специально не перематываю, чтобы вы видели, что я не читерю. Что все, как говорится, по чесноку, что если не хватит, то как бы и не хватит, значит. Ну, нет, вот у нас получилось сделать третий узел, как видите. Остались даже маленькие хвостики. Хвостики можно оставить, можно обрезать на ваше усмотрение. Но так как это все-таки косметичка, чтобы они не мешали у меня в сумке, я обрежу вот эти вот ножки. Обрезаем одну ножку, ампутируем другую ножку. поджигаем, чтобы избежать заражения. Ну, вот так вот. Получаем такую вот картинку. И желтый точно так же. Обрезаем ножки. И заплавляем. Вы можете спросить, почему я синий заплавила зажигалкой, а желтый все-таки инструментом. Потому что вот такая зажигалка, она как бархатистая, может на светлом паракорде оставлять след. Что будет уже не очень красиво. Ну, и вот мы заплавили желтый. И получили вот такую вот симпатичную картину. Как видите, остатков осталось вообще мало-мало, да. То есть мы использовали по от 20 до 30 сантиметров. Здесь получили два вот таких вот подвесика. По три узла. И здесь получили вот такие два узла в виде крестика. Теперь все работает отлично. Открывается, закрывается. И можно не бояться, что эти штучки порвутся, потому что они из паракорда. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok